Царю небесным, утешителю души истинным, И живи в детстве, и все исполняй, Сотловище благих, и жизни подозрев, И в их силе целых, и очистенность, Я не сверни, и спаси благо, душа наша. Господь и Бог наш, во имя Иисуса Христа, Молим Тебя, благослови эти занятия, Не дай уклониться ни направо, ни налево, От истинного понимания божественных слов Твоих, Прибудь с нами, сохрани нас в любви и согласии, Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец и Святой Дух, Аминь. А там в общении, кажется, Евгений из Израиля просил его добавить. Хорошо, добавляю. Так, послание Якова, 2 глава, 1 стих. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего, Господа, слава, Не взирая на лица толкования. Кто делает что-нибудь с лицеприятием, Тот навлекает на себя большой позор, Как не уважающий однородного и прежде него самого себя. Кто-то добавит или дальше пойдем? Да, верно, с лицеприятием, но не нужно почитать. Что? Нужно с лицеприятием. Вот у меня написано, братья мои, Не сочетайте веру нашего славного Господа Иисуса Христа с лицеприятием. Все, конец стиха. А у вас какой перевод? У меня современный. Современный, а мы пользуемся синодальным. Да. Ну хорошо, второй, третий стих, сейчас все понятно будет. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, В богатой одежде, Войдет же и бедный, В скудной одежде, И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, Тебе хорошо здесь, А бедному скажете, Ты стань там, Или садись здесь, сынок моих. Толкование. У евреев, кажется, особенно в обычае было носить песни. Но при этом, иной скажет, может быть, Что если Иаков, Есть учитель завета Христова, То почему не прекращает подзаконного, Но еще возвышает он, Принимая остающихся в благочестии подзаконным, А не порицая их. Такому мы отвечаем, Что теперь Иаков беседует с ними поближе, И снисходит их немощи, Чтобы тотчас, отменив закон, Не заставить их отступиться от него по новости улучения. Но он ведет дело с основательным расчетом, Уступив, насколько это было безвредно для него, В новом завете и подзаконным обрядом. Ибо чем отвращало его от веры Христовой соблюдения Субботы или пост и воздержание от снедей. Через эту уступчивость, Завладев их вниманием к своим собственным словам, Он мало-помалу убеждает их отставать От подзаконных обрядов, Как бесполезных и ведущих к рабству, А не к свободе, Подаваемое во Христе. Итак, мудро пользуясь небольшими уступками, Он предложил приличное христианам Как раз тогда, Когда они беспрепятственно внимали его словам. Кто-то хочет добавить? Ну спросите еще. Ну здесь вот об обрядах говорится о перстне. И Яков как бы, ну, Ничего против не имеет, Но носили перстни. Был такой обычай. Не стал он этого делать. Ну почему? Потому что кто к ветхой одежде Не прикладывает Из небеленной ткани заплату иначе. Ну и здесь он как бы мало-помалу Их там не стал он порицать за эти перстни. Вот такой пример приводит. Толкователь нам растолковывает здесь подробно. Ну, я думаю, дальше нужно идти И именно поговорить уже о лицеприятии. Что это такое. Сейчас дочитаем и поговорим. Что же это за грехи такое. Так, четвертый стих. Вячеслав, читайте. То не пересуживаете ли вы в себе И не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Толкование. Не пересуживаете ли... То есть вы испортили приговор свой, Не сделав наперед никакого исследования о том, Рочителен ли бедный или ленив богатый. Но ваше неразвлечение привело вас к лицеприятию, Заставило вас одного похвалить, как богатого, А другого презреть, как бедного. Стали судьями несправедливыми, Поддавшимися лукавству из лицеприятия. Вот такое толкование. То есть нужно было Исследование прежде привести Сразу, если богатый, то пожалуйста, Вперед проходя, а бедный, Ну, понятно, что Что уж с тобой разговаривать. Как вот Сегодня кто-то сталкивался С такими Вещами? Можно пример привести Из жизни Я вот все время Вспомнил, мы с Игнатьом Тихоновичем ходили В золотопарке было мероприятие И там вот Как-то вот И вот так Чех по 10 минут, а ему 2 минуты Как-то вот сразу так А он Сразу это место вспоминается Ты там Верстням богатый Ну, тебе 10 минут А ты в лаптях там Вальнику Тебе 2 минуты Что ты такой Что-то лицеприятие То есть А на самом деле-то Этот бедный заплаток Духовно богатый Да, что-то вот Мы сейчас будем читать На этого Можно Верстням Внимание обращать Встречают по одежке А провожают Все-таки по уму По духовному Богатству Я часто встречала Видела Вот Такое Когда охранники В церкви Там смотрят Ну и там Бывают Охранники Не совсем верующие И часто Например Заходят Бомжи В храм И их Выгоняют Оттуда Даже А вот помните От Матфея Пришел к вам И вы не приняли Меня Помните Это Да Можно Это даже в церкви Такое сказать Как они себя поют Даже Не пообщались С людьми Ну мало ли Что случилось У человека Просто Выгоняют И все Сразу Уже Судят Конечно Да Можем Наверное Это еще И к другому Отнести Вот бывает Разговариваешь С прихожанами Там Пытаешься Как-то Помочь им Что-то Из Библии Из Писания Сказать А они На тебя С лицеприятием Смотрят Мол Кто ты такой Ты что Батюшка Или служитель церковный Мне батюшка Вот сказал Там Тоже Как бы Лицеприятие Получается Такое Наверное Да Ну вот Еще случай Вспомню Такое Наш Епископ Приезжал В Барнаул И служба была В Барнауле Совместная Московская Патриархия И нашего Епископа Он тогда Еще Не лежал Московская Патриархия Я И стояли Нищие Ну Бомжи Вот как Вы упоминали Здесь У храма И Покосили Милостыр Никакого Не было Я Ни слова Я их не осудил Ничего Я просто Стал их снимать На камеру И как они Давай меня Прям это Прям матерками Он не знает Что я им Плохого Такого Сделал Вот Не знаю Было ли С их стороны Лицеприятия 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 Конечно У храма Они стоят А понятно Что они Раньше Запрещено было У храма Ставайте С их грамоты Он действительно Нуждающийся Были Честные Нищие Которые Насоберет На блоку хлеба И сразу Ходят И дальше Скидные Стоят А этим Хлеб Дашь Они потом В туалет Выбрасывают Мне вещи А деньги Стоят А вот У меня еще вопрос Один возник Бывало У меня Мысль Мучера Бывают Люди Ходят Но я Бываю По метро Езжу Либо в церковь Хожу И бывают Просят Милостыню А получается Так Что Когда ты Даешь Милостыню Оно Получается Все видят А Иисус Предупрежал Чтобы мы Не делали Милостыни Перед людьми Вот как С этим В одних Словах В других Местах Писания Сказано Что да Нужно Подавать Милостыню Но Я как бы Сторонник Чтобы Напоказ Подавайте Не напоказ Ну Это я думаю Все таки Зависит от Внутреннего Вашего состояния Если вы Хотите Чтобы вас Все видели Вы Это грех А если вы Как Ну Вас просят А вы не даете Потому что вас Увидят Да какой же В этом Я вот что Я понял Все Значит это Получается По внутреннему Настрою Ну конечно Да Идешь Просто дал И все И как будто Ты исчез Ну еще Там написано Подающий Да Взаймы Дают Господи Да Но еще Там Приносят Жертву Бесам То есть Если ты Даешь Алкашу На бутылку То Ты Бесам Даешь Милостыню Про это Тоже Не забывайте Обычно Просят На Опохмелку Я никогда Не даю Вот Я Объясняю Я Верующий У меня Была В жизни Такая Ситуация Я тогда еще Ну только Только к Вере Приходил И пришел Нищий Прямо ко мне Домой Я ему Бутылок Там Насобирал И дал Не то что Там мне его Жалко было А мне просто Балкон был Засламлен А он Вместо того Чтобы поблагодарить Я говорю Да дай еще мне Ящик пустой А ящик Дорогой был Я ящик ему Не дал А на утро Я нашел Его мертвым Собаки Моего нашли Я его узнал И я Сразу Подумал Не моя Али Милостин А потом Я уже Где-то Через две Узнал Что он В это утро Передозировка У него была Понял И поэтому Я После этого Случа Осторожен С милостями Не то что Смотри Кому даешь Написано В добродетели Покажи Рассудительность То есть Рассуди На пользу Это милостин Закрой А то Бомжи Они обычно Мы благовествовали Постоянно бомж Там пьяный Почему Нам же нужно Греться То есть У него Такое Он не считает Это пьянство Грехом А если Он Греться Не будет Он умрет И Пойди Разберись Кто-то еще Может Добавить Алисеприятия Игнать Тихон Что-то Есть Грех такой Там речь Это собрание Когда люди Видят На глазах Это все А сегодня Это собрание Означает То что Церковь Из двух частей Небесная И земная А к небесной Приписали Того Кто Как-то Прошел Ну Монах Тем более Если Монастырь построил Книжку написал Все Сто процентов Что-то Его уже Будут канонизировать А теперь Что бы он ни сказал Все сказал Святой Это праведный У Серахова Написано Загаврил богатый И превознесли До небес До облаков Загаврил бедный Все говорят А кто-то такой Так вот Чтобы этого не было Надо проверять Пречестен К лиху Святых Нет Сверять Все со Священным Писанием Бывает Человек Который Только в Житиях Вот Известен Рядом Какой-то Там Посторонний Был Человек И тот Сказал Слова Которые Вернее Всех Допрашивают Слепорожденного И он Человек Человек Приписываем Продолжен Продолжен Надо его Надо его любить И любой Исправить Спасибо Спасибо Человек 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 Раб Собрали Сход Майдан Один Смотрит На грамотность Другие Глядят На богатство Третий На знатность На осанку Его Никого Не могут Избрать Они же Делегаты Депутаты И каждому Был наказ Вот это Быть Они рабы Все Они не смотрят На того Кто перед ними Они одно Качество Только Им заказали Это И кто-то Говорит Никто Не угодит Вам только осталось Готугольщик Александра Взять А Григорьич Удотворец Как раз Приехал Рукополагать Он говорит Подозвал А кто это Такой Да это Тут уголь Обжигают Тогда его Не копали Обжигали Из дерева А где он Сейчас Да он тут Ваша машина Охраняет Говорит Все-таки Воруют Угоняют Ослы На ослах Приехали А ну позовите Он никто Его не ставил Ничего Он сам приходит И караулишь Чтобы никто Не своровал Он его призвал Говорит Кто ты такой Разбросил Его Говорит Ну помойте Его там Его как Иосифа Из темницы Помыли Отшоркали Он стал С ним беседовать Уууу Там ума Палата Он знает Писание Каноны Все знает Он его тогда Приодел Вывел И говорит Говорит Я нашел Такого Поставили А его никто Не узнал Которые знали Все отворачивали От него Говорит Своё Внимание Стали задавать Вопросы Он настолько Красноречивый Будущее Спорные вопросы Нерешенные Он их разрешил Все проголосовали Его А он говорит Это и есть угольщик Да вы что Владыка Вот предвзятость Делает рабом Вот это Лисеприятие Поэтому Побудительная причина Одна должна быть Я перед Господом И должен делать Что Дух Святой Говорит А раз связи нет Духи Святом Поэтому Как сегодня говорят И колбастят Что попало Поэтому Главная причина Это молитва Молитва Доверие Богу А Бог слышит Кого грешников Бог не слушает Надо жить В пределах разумно Свято Иначе сказать Отошел Ну что 14 стих Алекс Прочтите Что пользы Братья мои Если кто Говорит Что он Имеет веру А дел Не имеет Может ли Эта вера Спасти Его Спасибо Полкование Если мы Простили Ближним Согрешение Их Против нас И из имения Своего Уделяем Часть Нищим То и нас Воспримет Милость Божия Когда будет Судить Наши поступки Совершение Сего Важного Напротив Тяжкое Осуждение Тем Которым Не оказали Благорасположение К подобным Себе Которые Не оказали Благорасположение К подобным Себе Тех Которые Не Сражались Над Ближними Согрешившими Против Них Постигнет Осуждение Злого Раба С воздаянием По молитве В которой Мы просим Бога Простить Нам Как и мы Прощаем Согрешившим Против нас А тех Которые Немилостивы И жестоки К нуждающимся В телесной Помощи Встретят Суд Безмилости Хвалится Милость На суде Ибо Милостивые По изречению Господа Помилованы Будут Матфея 5 7 Или иначе Милосердие К бедным Могло Доставить Прощение Даже Идолослужителям Как мы слышим От пророка Даниила 4 главе 24 стихе Что же Не доставит Оно Людям Чего же Не доставит Оно Людям Верующим Милосердие Мне кажется Действие Милосердия Сходно С тем Что Производит Елей Древесный На Борющихся На поприще Борцы Намощаемые Елеем Легко Ускользают От захватывания Своими Противниками Так и наше Милосердие К бедным Даст нам На суде Возможность Избежать Нападений Со стороны Бесов Речь О мытарствах Идет Бесы Будут На наши Грехи Указывать А вот Милостыня И милосердие К бедным Да Это Заградит Уста Потому что Господь Говорит Милостивые Помилованы Будут А если Человек Не милостивый И жестокий И бедных Презирает Ну Конечно Так же И Господь На суде Божьем С ним поступит Как он поступал Не милостиво Кто-то добавит Может быть Я думаю Я думаю Что будет Клеветник Людей Рассуждать За грехи Не бесы А клеветник То есть Сатана Не его там Судят Эти бесы А думаю Клеветник Именно сам Лично Когда Иов Пришел Ну Не Иов А Представили Перед Троном Божьим Как Пришел Сатана Я думаю Так И Почему Ты Исключаешь Что Что Бесов Там Не было Если Ангелы Были Добрые А Язык Только Один Сатана То На чем Это Основано Это Не было Если Добрых Было Много То По логике Язык Наверное Много Было Там Просто Разговаривал С Одним Сатаной Ну Один Будет Или Много Будет Там Ну На Спасение Это На Это Наши Как Это Влияет Его И одного Достаточно Будет Клеветник А Он Будет У нас Клеветник Но Он Тогда Там Наверное Не Клеветать Будет А Правду Наверное Говорит Они Записывали Все За нами Злые Духи Работа У них Такая Подсматриваем Ну Что Продолжим Или На этот счет Игнарий Тихович Можешь что-то сказать Если там Будет Или все-таки Один Будет Читать еще два стиха И тогда вместе Этот объяснять Следующий На вершину Поднимет Так 15 И 16 Стихи Евгений Читайте Евгений с нами Нет Екатерина 15 16 Стихи Читайте Мне хорошо Слышно Хорошо Если Гат Или Сестра Наги И не имеют Дневного Пропитания А кто-нибудь Из вас Скажет им Идите с миром Грейтесь И питайтесь Но не даст им Потребного Для тела Что Полис Покажи мне Дело По которому Я предал бы тебе Название Верующего Ибо в этом Дело веры Слова же Его значат Если кто Делом Не докажет Что он верен Богу То такого Не нужно И называть Верным Ибо Не тот Верен Кто Просто Называет Себя Господним Но тот Кто Любит Господа Так Что за Веру В него Готов И на Смерть А что Такая У него Мысль Это видно Из примеров Ибо Он говорит Что Авраам Делом Показал Что верен Богу Когда Первородного Своего Принес Во все Сожжения Подобно Ираав Верую Презрела Смерть Ну вот Игнатих Два стиха Прочитали Или еще Два Еще Считай Еще 17 19 Читаю Так И вера Если не имеет Дел Мертва Сама По себе Но Скажет Кто-нибудь Ты имеешь Веру А я Имею Дела Покажи Мне Веру Твою Без Дел Твоих А я Покажу Тебе Веру Мою Везде Мои Ты веруешь Что Бог Един Хорошо Делаешь И бесы Веруют И трепещут Солкование Это не Твердым Согласие Мемыш Делаем Называются Так же И дела Закона Без которых Оправдывается Авраам И все Христиане Ибо Кто станет Противоречить Тому Что К нечистому Не приступит Вера Разумею Веру Дел Как Мирно Не может Сохраниться В сосуде Полном Грязи Так и В человеке Нечистом Не будет Находиться Вера Божия Итак Божественные Апостолы Не Разноречат Друг Другу Но Принимая Слова В различных Значениях Каждый Употребляет Оное В своем Значении Где Нужно Ну да Тихонич Допавки Более Вот теперь Можем Уже Подвести Итог Да Вот Дело Божие Чтобы Вы Вера В того Кого Он Послал У нас Разделение Очень Четко И ясно Вера Это Я В уме Это Мое Произволение А дела Работать Руками Ногами Головой Спиной А вот Здесь Говорится Что Делом Называется Сама Вера И вот Теперь Это Мы Поднять Даже На ту Планку На которую Поднял Апостол Выступает Дмитрий Смирнов Правой Рукой Можно Назвать Патриарха И он Прямо Вопрошает В храме Итак Какая У нас Вера У православных Бессовская Вера Бессовская Вера Как Подхватили Эти слова Этот ролик Всякие Протестанты Сектанты По всему Интернету Разнесли Он Правильно Говорит Дело В том Что Об этом Умалчит Сейчас Какой-то Священник Вчера Мы смотрели Там Фамилия Какая Его И он По электричке Идет Идет И прямо Говорит Что Мы верим Какая Наша Мертвая Наша Вера Свечки Только Ставить Умеет Он Начал Делать То Что Павильона Была Пороку Иеремии Сначала Разрушить И убрать До основания И он Это Говорит От Православных Священник Видно Патриархийный Идет Вот Лучше Теперь Понять Не в вере Без дел Не от дел Чтобы никто Не хвалился Не от дел А как же без дел Мертва Дела Подтверждают Живая вера Или мертвая Вот они Для чего нужны Вот про это Сейчас и прочитали Вера Без дел Мертва Вера Она мертва И он уже Оживить Оживить Делами А какие дела Делать Даже простое дело Подавать нищему Можно или нельзя Ну я бы сказал Вот у нас На нашем сайте Видите Во свете Библии Сайт называется И там есть О милостыне И там показано Все взятое Из жития святых Вот Нифонт видит Играет на улице Музыкант Ну там играет А гармошки Кто-то пляшет И он подошел И положил ему Монету Ну я не знаю Сегодня Ассигнация будет Ему вдруг Господь открывает Глаза Он видит В ту же самую Минуту Секунду Эта монета Оказалась Пригоршней у сатаны В аду А вот теперь Будет Разделение Кому ты подал Как подал Почему ты не думал Почему не молился Почему ты поддал Сатане Эту милостыню Когда надо было накормить Детей Божьих Видите Сколько за этим стоит Вот нужно научиться Молиться Вот мы молимся Так Господи Благодарю Тебя Что Ты дал мне Познание веры И далее говорит Да исполнишься Духом пророческим Церковь Твоя Чтобы день Прихода Твоего И нашего Отшествия Не застал Нас Неготовыми Вот запомнить Как-то это Записать надо Нашего Отшествия То есть смерть Чтобы не была Для нас Внезапной Без подготовки И пришествие Бога Оно может случиться В любой день И сейчас Не было внезапным Но чтобы мы Вышли к Тебе Навстречу Со светильниками Истинной веры Потому что Ересни Она не может Светить Это чья дымная И сосудами Полными Илея Добрых дел Соделанных В Духе Святом С любовью Вот какое Должно быть Дело Если этого нет То дела напрасны Кимвол звучащий Если кто Духа Святого Не имеет Не его Поэтому фраза Полными Сосудами Илея Притча о девах Соделанных В Духе Святом С любовью Вот такую Молитву Составьте себе И тогда Будет видно Вот мы настроились Не от дел Делами не оправдывается Делами вера Подтверждается Что она есть Ты будешь Щедро жертвовать Ты будешь Спешить на помощь К тем Которые лежат Может в больнице Надо где С маленькими С кем-то Взять Поводиться Нуждающемуся Протянуть руку Вот теперь Вера твоя Животворится И когда войдет В эту полную Меру Тебя даже учить Не надо Этому будет Ибо Писание Говорит Не будет Нужно учить Друг друга Но все будут Научены Духом Святым Отошел Добрают Кто-то Может быть Возразит Я еще Тоже не понимаю Наши Многие Православные Смотрят На учения У протестантов Что мы Спасаемся Верой Мы это Тоже говорим Но они Этого Наша Православная Не понимает И Почему-то Как воспринимает Что протестанты Отменяют Дела Хотя Они более Даже Добродетельные Чем Мы Многие Прилославные Очень много Творят Дел Слава Боже Но Наши Этого Не видят И не понимают Сергей Можно Добавить Да Есть такое Изречение Мне очень нравится Это я Из протестантской Одной Литературы Учитал Если вера Жива Если вера Горит Она В деле Живом Воплотится Настоящая Вера Без дел Не сидит Ей Без дел Ну Никак Не сидится Все Пошел Да Хорош Ну Есть Категория Православных Говорит А мы Верующие И Все Есть Тоже Категория Главное Вера У вас Вера Не такая А когда Про дела Говоришь Покажи Мне Веру Без Дел Твоих А я Покажу Тебе Веру Из Дел Моих То Есть Когда Твоя Вера Сам Себе Задай Вопрос А моя Вера Подтверждается Делами Задай Себе Вопрос Или Она У меня Мертвая Бесовская Только Свечки Храм Научился Ставить Все Но Есть Категория Людей Которые Думают Что Они Делами Могут Спастись Без Веры Во Христа Это Вкрат Речь О Иудеях Которые Исполняли Закон Но Мы Исполняем Не Убиваем Не Приводействуем Зачем Нам Вера Сына Божия Какое Новое Учение Нас Моисей Научил И Работ Сегодня Мы Исполняем Что Еще Надо Но Сегодня Таких Православных Не Найдешь Которые Но Я Не Убиваю Не Не Краду Зачем Мне Еще Какая Вера Один Священник Вообще Такое Говорил Что Нам Надо Побольше Дело Сделать Чтобы Нам На Мутарство Хватило И Чтобы Их Пройти Хотя Кровь Иисуса Христа Очищает Нас От Всего Греха Уже Только Не Иван Брех Да И Вроде Как На Весах Будут Добрые Дела И Злые Если Добрые Перевешивают На Один Грамм То В Рай Попадешь А Если Не Хватит Одного Двух Добрых Дел Злых Больше Ну Такая Вера Существует Конечно Это Неправильно Но Она Побуждает Деланию Добрых Дел Может Быть Да Кто-то Выслышал Такую Проповедь Но Надо В первую Очередь Отстать От Злых Дел Без Без Этого Никак А Если Я Буду Делать И Добрые Дела И Злые И Надеяться Что Добрые Перевесят Я В Это Заблуждение Ничто Нечистое Не Войдет Злых Дела Покаяться Должно Быть Искреннее Покаяние С Намерением Никогда Больше Их Не Делай Братья Наверное Здесь Есть Некий Момент Который Вызывает Состояние Двойственности Понимания И произнесенных Слов Вера Без Дела Мертва Есть И одновременно Некий Момент Что Возникает Противопоставление Веры И дела Ибо Не делами А верой Спасается Вот здесь Наверное Есть такой Механизм Как бы Последование Сначала Идет Вера Внутри Человека То есть Воля Изъявления Его Потом Его Труды Чтобы Достигнуть Людми Духом Божьим А потом Творение Добрых Дел Когда И вера И дела Соединяются Воедино Что Вы Можете Добавить Спасибо Вместе Добрых 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 Вячеслав, читайте. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Толкование. Пустым называют человека, который хвалится одной только верой, потому что, не осуществляя ее в делах, он не приобрел никакой полноты. Оба апостола приводят Аврааму в подтверждение учения своего о вере. Один примером Авраама доказывает, что вера выше дел, а другой, что дела выше веры. Но выше сказано, что каждый принимает слова «вера» и «дела» в своем значении и берет полезное для него подтверждение своих мыслей. Впрочем, некоторые отцы понимали это таким образом. Авраам, удаленный временами, есть образ той и другой веры. И той, которая до крещения, которая не требует дел, а только одной веры, исповедания, спасения и слова, которым оправдываемся мы, верующие во Христа. И той, которая после крещения и которая соединена с делами. Так Дух Святой, говоривший в них, оказывается не противоречащим себе. Одна вера оправдывает приходящего одним только исповеданием, если он тотчас отрешился от жизни, ибо у него нет дел, но для него достаточно очищения через крещение. А другая требует высказывания добрых дел уже от уже крещеного. С этим согласен и Павел. В другом месте он говорит и учит, что вера после крещения требует усовершенствования через дела. Тогда говорит, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Галатам 5.6 Но любовь для своей полноты требует много мудрости. Авраам был образом оправдания через одну веру тогда, когда поверил. И это вменилось ему в праведность. Бытие 15.6 А образом оправдания через дела был он тогда, когда возложил сына на жертвенник. Ибо он не только сделал дело, но и не отпал от веры относительно Исаака, что потомство его умножится, как звезды. Но помыслил, что Бог воскресит его из мертвых. Евреям 11.19 Подобным образом Павел свидетельствуется и Давидом. Ибо Давид Духом Божиим знал, что некогда придет вера о Христе. Почему и говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Псалом 31.2 Спасибо. Считаю, что к этому ничего нельзя добавлять. Такая стройная конструкция. Просто иди вперед. 24-26 стихи. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ираа в блуднице, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. От дел незаконно, как сказано, например, обрезанием и подобными, но от дел правды и подобных добродетелей. Кто-то может хочет порассуждать еще? Всем все понятно. Вопросы есть? Нет, тогда идем дальше. Первый стих. Третья глава. Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Третья глава. Говорит, что если в ином случае язык обыкновенно и грешит от невнимательности, за что не избежит осуждения впавшей воную, как учит Соломон в притче 12 глава 13 стих, то как избежит неизбежного наказания тот, кто намеренно грешит языком, кто учит тому, чего не изучил на опыте. Действительно. Добавите что-нибудь, братья, сестры. Если позволите. Позволю. Вот здесь, милостью Божией, мы имеем как бы еще второе слово, которое дополняет мысль о том, что Авраам трудился в душе своей, имел веру и не сомневался в милости Божией, который способен воскресить мертвого чада его. То есть он имел веру и выполнил действием, вознес на жертвенник сына своего, но Господь духом своим остановил его, вменив ему это в праведность. И вот здесь точно такой же момент. Если человек, который сам не проходит путь молитвенного старания и делания любви и веры, он не имеет права, собственно, он не имеет основания духовного кого-либо, чему-либо научить. Вот, наверное, и так. Спасибо. Идем дальше. Второй стиль. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все дело. Толкование. Все мы много согрешаем, проводя жизнь невнимательно и нерадиво. Что ни один человек не избегает греха, это подтверждается удобоподвижностью языка. Отсюда же видно, что ни у кого нет совершенства. Ибо кто не согрешил языком своим? Если же кто преодолеет удобоподвижность языка своего, тот способен хорошо управлять и всем телом. Ибо кто удержал очень склонное к падению, тот с меньшим трудом, при внимательном, при внимании вас господствует над тем, что падает медленно. Ну, оно и понятно. То есть язык самый такой маленький член, но им можно очень большой огонь разжечь. Клеветал, например. Ну, как вот, сказал два слова, клеветал человека, сколько зла ты можешь причинить ему. И вот здесь говорится, если уж научишься обуздывать язык свой, то уж с телом-то легче будет. А если язык не молодшь? Вернее, так, если же кто преодолеет удобоподвижность языка своего, тот способен хорошо управлять и всем телом. Вот здесь, наверное, можно добавить такое размышление. Дело в том, что есть в Евангелии слова от избытка сердца говорят уста человека. То есть, если мы управляем языком, значит, в сердце складывается по милости Божьей избыток любви Божьей и возможность также привлечь слова, которые говорят, что малый верный в малом, верен и во многом. И так как язык малый член, он будет подчиняться и творить, и говорить, и произносить, и полагать основания добрых Божьих дел. То есть, верность в малом, потом дает верность и во многом. Если человек обуздывает язык, то он, значит, способен будет обуздывать и свои чувственные, мысленные какие-то сограния и так далее. Спасибо, Владимир. Вот тут, смотря, что говорить, а что молчать, тут тоже нужно палка, как говорится, о двух концах. Я веровал, потому и говорил. А если не говорил, промолчал, что язык обуздал, или веры в тебя не было? Можно я так, могу я такое задать? Так я думаю, как раз вот здесь, здесь... Подождите, не перебивайте, я бы хотел молчать, но во мне как бы разлитый огонь. Да, он хотел молчать, хотел как бы свой язык обуздать, смотря о чем. Если видишь брата согрешающего, вы говори ему, а не так, что я тебя люблю, помолчу, греши дальше. Можно, да? Да, конечно. Вы знаете, вот как раз вот здесь вот существует духовная такая условность, человек, который обращает внимание на делание сердца своего, он не замечает согрешения ближнего брата. Поэтому вопрос, если я глазами смотрю по сторонам, то я, в принципе, и впадаю в искушение, осоздая ближнего своего. Ведь сказано, ибо тем судом, каким ты судишь, будешь судим сам. То есть... Да я его не суду, что ли, Николай Николаевич? Я его спасаю от греха? Если я его спасать не буду, то какая же мне любовь? Братцы, здесь возникает обстоятельство, что, простите, вы как бы не имеете милость Божию и его всевидение, либо дерзаете судить того, кто еще живой, еще Господь может его спасти. Я его не сужу, об обличаю, речь идет не осуждение, а об обличении. Если согрешил, брат, выговори ему, выговори, слово Божие так меня научило, а вы противоречите его. Я не противоречу Слову Божию. Дело в том, что в духовной практике, когда ты занимаешься трудами и изживаешь грехи в себе, у тебя нет возможности замечать греха за блудением своему. Пусть дороже. Как нет возможности замечать? Но если слепой уйдет слепого не опал и упадут ямы, то как нет возможности замечать? Ну, сел в монастырь, но не созрей на свой пупок и нет тебе дела других. А где же любовь к ближним тогда? А любовь в том, что когда человеку будет плохо, пойдет взять и поднять его. Вы понимаете, вопрос... Что он поподнять? А не то, что он в грязи лежит-то. А как ты его от греха поднимешь, если ты не обличишь этот грех? А обличает и делаешь ему больно такую нелюбую проявляю. Ты можешь поднять от греха, если сам встал от него? Ну, естественно. А если ты сам в грехах, конечно, то... Не, но сейчас... Он тебе скажет на себя-то посмотри, у тебя не сработает это. Речь идет о человеке, который сам очистился от грехов. Конечно, если в твоем глазу бревно-то, то и не знаешь, как вынуть. А если тебе бревно теперь... Ну, вот особенность показывает, что чем святее человек, тем меньше он имеет возможностей и внутреннего огня у него нет на то, чтобы осуждать беден своих. Он осуждает самого себя как недостойного. Почему вы передергиваете-то? Я говорю об обличении. Идите и научите... А я вам говорю об опыте духовного всех святых. Чем ближе к Богу, тем больше всякие пятна и всякие грязи, которые находятся в человеке. И вот такого человека нет возможности. у него не поднимается даже рука, чтобы осудить беден своего. А обличить поднимется? Нет, не поднимется. Можно брать немножечко тоже добавлю. Но с обличениями здесь, конечно, тоже такой скользкий путь. Это надо иметь дарование от Господа, от Духа Святого, чтобы обличать. и многие неправильно понимают обратно же, что такое обличать. Многие сектанты применяют это отлучением, оскорблением, унижением личности для того, чтобы человек перенес какие-то наказания как бы и восстановился обратно вновь в их сектантские ряды. Но здесь идет об учителях речь. Вот. И мы все знаем, что учители это профессиональные ораторы. Учители это знатоки священного писания, как были на то книжники и фарисеи. Это профессионалы, это богословы того времени, это профессора, которые всю свою жизнь как бы учились и преподавали Слово Божие. И у них язык очень наточенный. И вот худо, когда допустим человек вроде образованный, на вид он такой как бы сказать ну хороший, а вот с языком проблемы, вот в этом и есть отношение, что ты можешь облевывать ближних, обзывать, называть их как угодно, то есть обратно же мы сегодня правильно слышали, что от избытка сердца говорят уста, и вот как Иисус Христос Господь мне нравится, это место, он здесь ясно говорит, что вот именно этих учителей в последнее время будет тьма тем, вот появится много учителей, появится много лжеучений, которые будут увлекать людей за собою. И вот тут дела тоже, как бы в делах нужно разбираться, как бы вера естественно действует любовью Божию, то есть Бог есть любовь, то есть действования Божьи, они будут действовать через меня, во мне, для того, чтобы на самом деле освещать вот этот падший грешный мир от погибели, давать какую-то возможность людям видеть просвет в собственной жизни для того, чтобы обрести веру во Христа. и как бы нам следует на самом деле обратить на это внимание и быть научаемыми, как правильно Игнатий Тихонович говорил, быть научаемыми, старательно быть научаемыми, аккуратно и осторожными, чтобы не пасть обратно в прелесть, в обольщение от Духа Святаго, чтобы быть им водимым, чтобы на самом деле не подастся вот этому искусственному обольщению лжеучителей, которые говорят все по Слову Божьему, которые читают Слово Божие, которые преподнесут его так, что ты просто рот откроешь и не сможешь ответить. Но человек все-таки верующий в Господа, который имеет по милости Божией вот эту спасительную веру во Христа, естественно, его уже ты ничем не переубедишь, никакой вот этот учитель, знаток в Писанной Писании. Вот для меня это главное, чтобы на самом деле мне как бы не обольщаться в том, чтобы уча другого себя не смочь научить и спасти. Вот. Спасибо большое. Ну вот лезь зашла в лжеучителях, которые ведут за собой. Вот за собой они ведут вряд ли обречая своих адептов. Они наоборот слова ласкательства им говорят. Обольщают их. Ты хороший, Бог тебя любит, ты спасенный. Но пока... Да, Сергей, вы правильно говорите. До тех пор, пока человек... Это вот мы сегодня слышали, Екатерина говорила о многих таких якобы благих делах протестантских, сектантских движений. Вот. А так сектанты, они этим болеют фанатизмом, чтобы завлекать себе тысячи и миллионы. Они делают колоссальные конференции, собрания, масштабные. Они вкладывают много денег, труда, знаний в это всё. Они знают, как уловлять людей. Они ставят такие громодные сети, что немощные, вот, вере, люди, они попадаются в эти сети. Но когда человек прозревает в этом сектанстве, на самом деле, Дух Святой открывает ему, где ложь и истина, и человек хочет выйти, как бы, с этого погибельного плена, то, естественно, просто так тебя никто оттуда не отпустит. Ты или будешь отлучён от церкви, от всего святого на свете, будешь ими так же проклятый и гонимый и всё на свете. Поэтому вот здесь вот такое дело. Спасибо. Так, вопросы? Пожалуйста, давайте вопросы. Можно вам, Сергей, вопрос задать вот насчёт обличения? Мне бы вот тоже всё-таки такое вот немногим понятное вот это как бы понимание, что значит обличать согрешающего брата. Мы-то, естественно, понимаем, что когда видим, что наш дорогой нам человек или близкий или знакомый на самом деле утопает в наркотиках или в алкоголе, мы, естественно, к нему придём и не будем молчать, потому что мы имеем веру Божию, которая действует любовью. И мы будем, естественно, ему вот обличать. А вот как вот понимают братья и вы, Сергей, что, какой приём вообще обличения к ближнему, к брату по вере? Так, какой приём? ты видишь брата согрешающего, выговори ему, так написано, выговорит, должен об этом сказать, прямое повеление, должен ему сказать, брат, ты делаешь грех. Если он послушает тебя, послушает тебя, приобрёл ты брата, то он отстал от греха. То есть, твоё обличение, ну а если ему никто не говорит, то он и думает, что пьянство это нормально, что бут, это нормально, все так живут. Я в церковь хожу, исповедуюсь, причащаюсь, почему бы не иметь двух-трёх жён? Да все так живут. И никто ему про это не говорит. А ты ему первое сказал, но он не послушал тебя, да все так живут. Призови двух-трёх свидетелей. Призовал двух-трех свидетелей, естественно, тех братьев, которые не блудники или не алкаши, или там, ну понятно, что они, а иначе тот брат, которого ты обличаешь, он сказал, ты сам, за собой-то следи. Все. Чтобы он так не сказал, ты должен, понятно, что сам не пить, не курить, или в чём-то обличаешься, не блудить, смотря какой грех. Я говорю сейчас о смертных грехах, о десяти заповедях. Потому что многие женщины делают аборты, не зная, что это убийство. Все делают аборты, они считают это убийство. Если у тебя сестра сделала аборт, неужели ты ей не скажешь, что ты убила ребёнка в утробе своей, промолчишь? Спаси Господи, конечно. Ты ей сказал, дальше, сестра, либо она кается, либо не кается. Если бы она не кается, берёшь ещё двоих и говоришь, сестра, ты больше так не делай, это грех, ты должна в этом покаяться, прийти на исповедь, отставить ей пятью, десять лет, не причащаться, плакать. Она говорит, да, знаете что, меня батюшка причастит, и всё нормально, отстаньте вы со своими обличениями. Не судите меня, да не судимы будете за своими грехами. Смотрите, так она может сказать? Конечно, может. Тогда скажи в церкви, а как сказать в церкви, если в церковь ходят, общины нет, и никто друг друга не знает, что ты во время службы, так скажешь, вот сестра пришла, она вот отбор сделала, как? Ну так слово говорит, скажи в церкви, а кто и когда у нас в церкви говорил в последний раз? Было такое, чтобы вот в храме после службы кто-то бы сказал, вот сестра, я ей говорил, вот двое мы подходили, а она все равно может это делать и делать. Да не было такого, потому что не общинная жизнь. Приход. У нас приходы православные. Пришел, ушел, отстоял, все, никто друг друга не знает. Скажи в церкви, если в церкви не покаяться, да будет тебе, как язычник и мытый, то есть она вне церкви, то есть ты к ней должен уже не как к сестре относиться, а как язычник и мытый. Все, она не покаялась. И Бог повелевает к ней относиться уже не как к сестре, без милосердия. Она не кается. Бог любит грешников, кающихся, а не раскающихся о упорстве своем. Он их наказывает по милости своей, чтобы они обратились с болезнями или еще чем-то. Вот мое такое понимание в обличении осуждения. А осудил? Это те, говорят, которые не хотят отстать от греха. А что ты меня судишь? А на себя посмотри. Вот и все. Я на себя посмотрел. Я аборты не делаю. Если я и благословлял аборт своей жене, я в этом покаялся. И все. Господь не простил. Братья, здесь есть некий момент исторический. Дело в том, что Святое Писание, оно предназначалось для действительно братья и сестер, состоящих в общине. И первые христиане, они были все как бы одна семья. И слова о суде брата своего или обличи его, они непосредственно происходили, делались в окружении именно общины братья и сестер, которые ведали какого брата или сестра тот или иной, чем он живет, чем он занят и так далее. И особенность общины была в том, что они имели единое содержание, у них был один как бы духовный голова, который вел их, допустим, апостол Петр или Павел там и так далее. Понимаете? Сегодня же, не имея действительно общины, использовать те инструменты осуждения, которые были в первой общине, я думаю, это не совсем духовноосновательно, потому что отследить, скажем так, не дать возможность брату согрешить, провести его по жизни за руку, мы сейчас не имеем такой возможности. И раз, осуждая или обличая, не имея и не зная, что будет с ним происходить дальше, мы становимся виновны в том, что он, простите, за угол зашел и погиб, и наш грех, осуждение остался на нас. Как быть тогда в этом случае? Ну, я думаю, так на это, ну, как вам сказать, есть молитва, есть живой инструмент, есть Бог вездесущий, вездевидящий, и уже не будет, естественно, нашей вины в том, что, естественно, как мы говорили, там, еще раз хочу повторить, всякий человек болеет за душу другого человека, но это вложено Богом, это не от нас зависит, мы все переживаем, мы все болеем, чтобы спасения достигли все наши вам знакомые, близкие, дорогие друзья. Алиса, вот вы правильно сказали, что есть Господь, который ведает все. Вот если мы как бы Господу Богу выделяем первое место во всех наших действиях, то мы, собственно говоря, и меньше всего допускаем ошибок, видя то или иное действие наших братьев, потому что мы будем действительно обращать внимание на самих себя, боясь суда Божьего. Господь будет судить тебя, если ты не остановил брата от греха, вот я об этом Писание говорит, а вы, если ты, ну как, Николай Николаевич, это уже третье занятие в воду, столько толпем об этом. Не, Радышевна, ты меня прости, вот смотри, возникают обстоятельства, Господь тебя будет судить за то, что брат погиб или спасся, или Он будет судить тебя за то, что ты не спасся. Он меня будет судить, но Писание, это о чем говорит, и если, сейчас, Игнать Тихонович, вспомните это место, что если ты брату выговорил, и он послушал тебя, то ты спасся, а если ты... Нет, 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 там сказано так, и приобрел ты брата своего. Но это в Новом Завете, а если что, в Ветхом Завете? в Иезекииле. В Иезекииле. В Иезекииле. В Иезекииле, да. 3.18 из Иезекииле, говорят. В Иезекииле 3.18. Открывайте, читайте. Пока ищут, Сережа, я позволь скажу. Позволяю. Тут ошибка заключается в том, что если против тебя согрешит брат, а вы толкуете, что если она аборт сделала, я пойду скажу, здесь не надо говорить. Здесь канон. И никто ей не должен говорить. Она просто идет уже по черте смертника. Правило Василия Великого второе. 10 лет. И никаких обличений нет. Если согрешит против тебя. С чем согрешит? Что-то взял, может быть. Не знаю, могу распыслить. Против тебя. Тогда еще двух-трех. Тут вот какое дело. Вот сейчас так и говорили о том, что богатый заговорит, его слушают, а бедного нет. Бог-то избирал в пророке-то в основном бедных. Кто такой был Давид? Ты сын Иисея? Пас, овечек. Кто такой Амос? Собирал сикамору, пастух. Но Бог избирает его, посылает не просто к знатному, а к царю. Об этом написана вторая книга Паралепоминон, 25 глав, 16 стих. Он видит, что царь ведет не туда. Начинает делать мобилизацию. А он никакой, не кто-то там, Гриш какой-то, Распутин один там, Григорий Пимович-то. И он его из больницы, порезала его там женщина, Агафьи-то. Он ей кричит, папа, только не делай мобилизации, чтобы войны не было. Погибнешь ты, и дом твой. Все погибнут. Я к примеру говорю. Вот там он точно так же пришел, и пристал перед царя, и стал обличать. А царь говорит, кто ты такой? Замолчи, чтобы тебя не убили. И он замолк и говорит, понял, ты согрешил, и не каешься. Я понял, что Бог решил убить тебя. Вот какой ответ. А он какой? Совсем никакой. Ну, незнатный. Бог взял, избрал ее и пошел царя обличать. Зачем ты эту войну начинаешь? Зачем? Ты будешь расстрелян в Ипатийском подвале. Царь, что ты делаешь? Жалкий царишка. Вот как нужно делать. Если против тебя, значит, тут порядок такой по ступеням. Здесь никаких нет ступеней. Закон вступил в действие. Убийца. Никого не надо уговаривать. Но главное, конечно, вопрос стоит, стоит или не стоит. И где больше пожалеешь? Если будешь говорить, пожалеешь. Ты вышел на тропу войны. И поэтому взвесь на десятки раз, есть ли у тебя эта сила. Разрешено ли тебе это от Бога? А не просто. Я такой смелый, любому врежу. Ну и врезал. Нигде давно нет. Раз до два его уже и нет. Надо смотреть, кто перед тобой. Насколько рангов он выше. Какой по возрасту. И промолчи. Чтобы не получилось, как каинного племя. А что я, сторож брату моему? Где Авель Бог спрашивает? Ты убил его. Теперь допрос и казни ему. А что я, сторож? Вот это-то и заключается, что это каин, где-то рядом с нами или наш внутренний мир уже им прокажен. Как пришли люди, Бог их подвигнул, к накрещению идут и вдруг встречают. Вы, порождение ехиднины, змееныши, кто внушил бежать от будущего гнева? Так он осудил их, не осудил. Он уже вынес приговор им. А вот мы слово-то осудил-то и начинаем крутить. Осудить означает вынести окончательный приговор. Тебе никогда не спастись, не раскаяться. Его надо просто определить. А обличить, он их обличал по рождению ехиднина. Христос неоднократно говорил, змеи, мало того, Бога избранному народу говорит, ваш отец дьявол. Сегодня за это цепляются. Вы хотите исполнять похоть его. Так он что, обличал или осуждал? Это полное осуждение. Обличать уже нечего было. Они уже были приговорены. Понимаете, это такая тонкая грань. Если опыта нет, лучше промолчи. Дабы пропадывать другим, самому не оказаться недостойным. Иначе, в такую историю вляпаешься, никогда не выйдешь. До третьего колена тебя будут проклинать. Сказать или не сказать? Вот уголовный вопрос реши. Это вы считаете сейчас послание Якова? Это единственное послание во всей Библии, которое отвергал тот, кто по вере обратился и начал реформации Мартин Лютер. Он его просто выбросил из книг Священного Писания. Настолько это послание несовместимо со всей Библией. Единственное, крещащее противоположное. Но вот нам святые отцы разъяснили, у Лютера не хватило мужества это понять. Сережа, еще вопросы? Пожалуйста, задавайте вопросы. Вопросы есть? Вопросы в кем? В течение еще добавлю. Не просчитали 3.18. Он говорит, что если ты видишь... Давайте я процитирую. Я нашел это место. Я написал в этом. Я скажу беззаконник. Изекииля 3.18. Когда я скажу, я с большой буквы, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь выразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. И я, Бог, взыщу кровь его от рук твоих. Взыщу кровь его. То есть ты убийца, ты промолчал, ты его не остановил. Он шел уклад. Ты промолчал, ты его не обличал, ты его не остановил, ты его не любил. Это и пророк Изекииля 3.18. Считай дальше. Но если ты, 19 стих, вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, от беззаконного пути своего, то он, беззаконник, умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. 20 стих. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. 21 стих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. То есть не только ты душу брата спасаешь, но и свою душу спасаешь тем, что спасаешь брата от греха. И как же теперь говорить, что святые никого никогда не обречали? Вот здесь два слова надо заметить. Сказано, если ты вразумляешь праведника, то есть, как мы говорили вначале, речь идет о том, кто является как бы головой общины, который действительно занимается попечением о жизни и спасении всех братьев и сестер в этой общине. Тогда действительно на нем грех, если он никого не вразумляет, а несет на себе жезл руководителя. А если он руководитель, то естественно с него спрашивается. А у нас если общины на сегодня нет, так о чем тогда можно говорить? Если вот скажено же в святом писании, если говоришь брату твоему иди ешь, перевестились, а не дашь ему потребное для жизни, для спасения, то какой толк от этих слов? И какое спасение у тебя будет? Не будет никакого спасения. Спасибо. То есть вы утверждаете, что обличать имеют право только священники? Нет, минуточку, Сереж, ты подменил моменты. О каком священнике речь идет? О которой заболеется если ты хозяин в своей семье, Сереж, если ты хозяин в своей семье, с тебя спросит за твоих детей, за твою жену. Если ты руководитель церковной общины, с тебя спросится за жизнь членов общины. Если ты патриарх, с тебя спросится за всю церковь. Вот таким образом, а не иначе. Ну а как же сказано, если согрешит против тебя брат, брат, он не член семьи, не мой подопечник, он брат. Слово брат имеет понятие родной по крови и родной по духу в общине. Вот ты живешь в общине сейчас? Да. Слава Богу, значит, и тех людей, которые в общине, увидел, человек согрешил, ты можешь подойти к нему и сказать, смотри, милый, ты не так сделал, смотри, давай вот так сделаем, как оно правильно. А если я не в общине, я не должен этого делать? Ну погоди, мой хороший. В этом случае ты можешь ему показать, как лучше. Он увидит добрый результат, он возрадуется, что ты его вразумил, он пойдет за тобой. Понимаешь, да? А если ты говоришь человеку, который на улице встретил его, не пей. А ты знаешь у него, что произошло? Горе, может быть, какое-то случилось. Или не звони по телефону, а он ждет единственного звонка от умирающей матери. То есть много обстоит, которые мы не ведаем. Можешь осуждать человека, за которым ты не можешь нести ответ, не можешь помочь спасти ему свою душу, не можешь накормить его хлебом, то есть не печешься о нем, не имеешь попечения о нем. Конечно, не имеешь права создать. А вообще не, пожалуйста, трудись, Господь будет вразумлять помогать. И братья и сестры рядом живущие тоже помогут тебе. А то как ты на улице найдешь двух-трех детей, которые не пьют, не курят, не благодействуют, чтобы еще обличить брата твоего, который на улице живет. Это сродни неправедности. Ну а если Третья 18-то кому говорят, когда я скажу беззаконнику, беззаконник это тот, который в общине или который вне общине? Радость моя, эти слова написаны изначально всему народу Израиля, который жил в единой общине. У них до сих пор общины строят среди хасидов, верующих людей. Мы должны поднимать, что если мы в общине, тогда к нам эти слова относятся. Если не в общине, а как вот, например, живет христианин среди всех мусульман, он будет обещать мусульманина? У него свой закон, своя вера. речь-то об общине идет. А вы вообще не находитесь? Конечно. Разрешите, я небольшой пример приведу вам. Ну, а вы, допустим, можете не своих членов общины обличать, а вот, например, другие общины христианские? Братья, мне хватает своих грехов. Можно небольшой пример по-хорошей теме. Вы знаете, вот здесь сказано, что когда я скажу беззаконнику, то есть Господь усмотрел человека, который на самом деле идет по острию ножа и может погибнуть. И он приходит, избирает, допустим, кого-то из нас и дает такое побуждение, дает такое задание пойти, вот и обличить, то есть, как правильно было сказано, ну, вразумить человека, чтобы все-таки он отклонился от своего ложного пути погибельного и на самом деле подумал своей головой, чтобы спастись ему. Вот, так это реально, это нормально. Вот, однажды, сидя дома за чтением Слова Божьего, вдруг в моем сердце огромное было желание, жажда, вот это побуждение, вот что-то меня тянет поехать в другой конец города к своему издатью и сказать ему, вот, ну, как бы это самое, что все в жизни еще не потеряно, все еще Господь может восстановить, если ты вот будешь обращаться к нему, просить его о помощи, о милости, так он спасет тебя. Приехав туда, представляете, он оказался дома, он оказался дома, был расположенный, я с ним побеседовал, пригласил домой на чай, он пришел, я ему вручил Евангелие, мы вместе помолились, сказал ему так, мол, так, что они все потеряны, вы знаете, и вот, не прошла неделя, он умирает, он умирает, я бегом к нему домой, бегу, ищу это Евангелие, сколько страниц он там прочитал, Евангелие было новое, и думаю, если ему Бог не нужен, а он был атеистом, как мне сестра его говорила, так он и не возьмет в руки Евангелие, если он ему по барабану все это, во что верит человек Божий, так я стал, нашел это Евангелие, представляете, там было прочитано 47 страниц, лесги были измятыми, так он ее читал, так он послушал, и таким образом, ну, я полагаю, как бы, что человек все-таки обратился к Господу, вот таким образом Бог нас побуждает, спасибо большое. Ну, а кто же, если Бог побуждает, кто же тогда останавливает это обличение? Знаете, вот верно сказано, что есть Богом избранные люди, которых сам Господь избирает, если можно привести пример, когда пророк пришел к царю Давиду и стал обличать его, но он обличал его, рассказывая сначала притчу, то есть, там история, как бы, кратко была такова, что царь Давид взял жену у своего военачальника, а его послал в место, где его убили, и вот пророк пришел, и так слегка говорит, ты знаешь, царь, в твоем царстве есть человек страшный, нехороший, вредный, страшнее всякого разбойника, он у бедного забрал единственную отцов и накормил своих гостей, царь аж скинулся, кто это? Он говорит, это ты. То есть, понимаете, для того, чтобы обличить брата непринеся ему вреда, нужно, наверное, все-таки иметь любовь Божий в сердце свое, иначе будет непоправимый вред и в жизни, и самому себе. иначе будет. Спасибо. Так, заканчивай, извините. Будем си. Достойная стихова истину, блаживите Богородицу, пресно блаженную и премипорочную, и Матерь Бога Нашего, чистнейшую хирургую, и славнейшую без сравнения, от Серафии, без остывания Богослово рушил, сучку, и Богородицу Тебе величайя. Угнать Тихонович, помолитесь. Отец наш Небесный, мы представим перед Твоим величием и просим во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, услыши нашу молитву, подай нам истинное вразумление, разобрайся в слове с Твоим, чтобы ничем не огорчать Тебя. Приготовь народ Твой к великим и странам, и страшным испытаниям, грядущим на эту землю. Благослови патриарха, епископа, священников и паству, даруй всем духовное рождение свыше. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь, братец. Аминь. Отключай нас сразу.